Дерево персика обладает большой силой роста. Я бы даже сказал, что эта сила она саморазрушительна. И вот если ее не регулировать, то очень быстро за несколько сезонов персик выгоняет крону на 6-8 метров, переносится туда зона плодоношения, оголяется нижняя часть и дерево быстро погибает. Ну действительно, либо качать вот эти питательные вещества на высоту 2 метра или на 6-8. Для этого существует два таких приема. Это чтобы ограничить эту силу роста. Это стандартная весенняя обрезка и вот так называемая летняя обрезка. Но вот слово бы обрезка я взял бы в кавычки. Ну потом по ходу рассказа это будет ясно, почему так. И вот на втором этапе летней обрезки мы сдерживаем рост побегов, осветляем крону и в результате этого наливаются наши плоды. Лучше они становятся, красивее, сочнее, но по срокам. Когда проводить эту операцию. Но к числам тут не стоит привязываться, а стоит вот оценить состояние верхних побегов. Вот мы смотрим верхний побег, видите, и вот из пазухов листьев у него проросли побеги второго порядка. Вот видно, я их показываю. Тут их числом 4. Это показывает на то, что ну избыточная сила роста у дерева. Вот. И эту силу роста надо, как говорили в советские времена, использовать в мирных целях. Направить эту силу на развитие и рост ниже лежащих побегов и на усиление плодов. Ну и что для этого применяется? Вот я говорил, не обрезка, а вот такая как бы обломка. Ну правда у этого термина есть наименование. Вот ниже вот этих побегов второго порядка мы производим вот такое надламывание. И у этой операции есть название. Это присушка. Вот чем она отличается от обрезки? Дело в том, что когда мы производим обрезку, это стресс своего рода для дерева, как для живого организма. И персик все силы направляет на то, чтобы моментально ниже места среза он начинает выгонять новые побеги, тем самым истощая дерево и нанося вред. А когда происходит присушка, вот видите, связь с деревом не утрачена. Ну образно выражаясь, персик как бы раздумывает. А что же это со мной произошло? И куда эти питательные вещества направить? И направляет их туда, куда нам надо. А именно вот в плодовые пары. Вот видите, плодовая пара. Мы ее сформировали. И происходит усиление роста плодовых пар, налив плодов. В общем, эта операция очень благотворно влияет на рост и развитие дерева персика. Вот древесина вот этих молодых побегов. Она такая травянистая, очень мягкая. И вот надламывая их в этом месте, постепенно, в общем, образуется пробка. И нет таких открытых ран. Дерево как бы само заделывает свои раны. И вот еще я хочу о чем поговорить. Что снижая таким образом крону, мы ее постепенно переводим вот, видите, внизу. Вот он начинает отбивать, усиливать. Но тут надо помнить вот о чем. Видите, я не случайно вывесил здесь рулетку. Вот если говорить о таких неприятных для каждого садовода моментах, как весенние заморозки, ночные. И вот эта минусовая температура, она, как правило, держится до высоты одного метра. Вот видите, я даже красной бечевкой этот уровень пометил. Вот до этого места мы можем вполне, так сказать, не боясь, снижать крону персика. Вот. И вот низкий штамп дерева, он еще выгоден тем, что зимой он не страдает от солнечных ожогов. Морозобоины его не берут. Ну, как всегда, я посмотрел, что на эту тему есть у нас в ютубе. Да, в общем, в двух словах, Чапаев и пустота. С саблями наперевес, то есть секаторами, режем все, что не попадя. И три обрезки нам предлагают, и детальную летнюю обрезку. Ну, вот обрежем мы дерево, я уже говорил об этом. Оно моментально тут же восстановит свою массу. И вот сколько бы раз мы его не резали, это и термин есть такой, резать на силос. Да. И вот если затянуть с последними сроками обрезки, там где-то в августе, да вдруг будет лето прохладное, не успеет вызреть эта плодовая древесина, вообще древесина не успеет вызреть. И летом хана. То есть, вернее, не летом, а зимой. Все это дерево благополучно погибнет. В давние времена, советские, весной персик обрезали специалисты. А вот летом агроном собирал вокруг себя банду пионеров. В общем, вокруг дерева. Объяснял, что и как. Секаторов никаких не было, потому что чтоб, не дай бог, друг друга. Вот. И пионеры по этим деревьям, деревьям лазая, обламывали эти побеги, совмещая игру, да еще и за это платили им денежки. Ну, сейчас вот немножко мы пройдем по саду. Вот видите, дерево более позднего возраста. Вот оно, видите. Тут даже у нее вот побегов второго порядка только-только они наклюнулись. Поэтому их мы уберем несколько позже. Вот можно продолжить и дальше нормирование. Видите, вот лишний этот. Мы скрутим его. Он так плотно держится, не хочет удаляться. Вот таким образом мы повышаем качество урожая. Всего вам хорошего!